Олеся Алексеевич, в последнее время в обиход вернулись такие понятия, как Новороссия и Малороссия. Когда они возникли и какие территории в себя включали? Если говорить о Малороссии, то тут дело более привычное для наших людей, потому что у Гоголя часто встречается слово Малороссия, у Шевченко встречается слово Малороссия, у Паустовского есть эпизод, где в первую киевскую гимназию приезжает Николай II, идет мимо строя учеников, подходит к Паустовскому и спрашивает, кто вы по национальности, он отвечает, Малоросс. Киев, те же времена, что и Булгаков, перед Первой мировой войной Паустовский закончил первую киевскую гимназию. Так что с Малороссией более-менее понятно. Малороссия – это традиционно левобережная Украина без слобожанщины. Что такое левобережная Украина? Это 10 казацких полков, которые стали гетманщиной, так называемой. Потому что слободская Украина, это Харьковщина нынешняя, она напрямую подчинялась Москве. Это были земли Московского царства, которые заселяли казаки, бежавшие от Польши. Вот с правобережья они бежали, и там вот в районе Харькова селились. Там Харьковский полк, Ахтырский, Острогожский. Это все слободские полки. Они напрямую административно подчинялись Москве. То есть не через гетмана Малороссии, а вот напрямую. А киевский полк, столицей которого, кстати, был не Киев, а город Козелец. Почему не Киев был столицей киевского полка, а Козелец, из которого родом, кстати, все Разумовские. Вот гетман Разумовский, брат его старший Алексей, все из этого Козелца. Там через него как раз тракт на Петербург проходил. А Киев был пограничным городом. Ну просто после Андрусовского перемирия 1667 года граница между Речью Посполитой, в просторечии Польшей, и Россией, российским государством, его так называли, кстати, при Алексее Михайловиче еще. То есть слово российский употреблялось при отце Петра, есть множество документов. Так вот граница проходила по Днепру. И только в районе Киева оно таким, извините за выражение, приятным прыщиком таким вот выдавалось, плацдармом, скажем, нейтрально в сторону Польши. И действительно граница проходила по речке Ирпень. И говорили, что в Польшу переехали. Когда через Ирпень переезжали, оказывались в Польше до раздела в Речи Посполитой при Екатерине II. Представляете, до конца 18 века была такая ситуация. А раз Киев был пограничным городом, то размещать в нем полковую администрацию было опасно. Поэтому полковую администрацию размещали на левом берегу Днепра в Козельце. И, кстати, Разумовский, вот секрет подъема Разумовских был в том, что они были родом из полкового города, на самом деле. Там, где полковая администрация была, они были в курсе дела всего. Понимали, как движутся бумаги, финансы, куда надо ехать, чтобы делать карьеру. Так вот, в Малоруссии это Киевский полк, Черниговский полк, Полтавский полк. Выделившийся из Полтавского полка полк с очень приятным названием Гадячский. Мне особенно близкий, потому что мои предки из Ахтырской сотни Гадячского полка по мужской линии. Они тоже, по всей видимости, эмигрировали после Берестечка с правобережной Украины, потому что фамилия Бузина в 17 веке, в 1649 году, она встречается в Уманьском полку. Но Уманьский полк рассыпался во время Великой руины, после смерти Богдана Хмельницкого. И, видимо, предки перекочевали мы и вот туда. Это в прямом смысле было кочевание, переход. Собирали, скарб, вся правобережная Украина, которая не захотела остаться под Польшей, она переехала на левый берег. Левый берег был не заселен. Так и возникла Малороссия. Почему был не заселен? А там татары постоянно ходили активно. И первая колонизация, колонизация в смысле расселения, началась где-то примерно лет за 60 до Богдана Хмельницкого. Организатором ее был князь Вишневецкий. Вот отец и дед знаменитого Еремея Вишневецкого, а и отец и дед еще были православными, то есть очень тесно связанными со своим народом. И они открыли колонизацию нынешней Полтавщины. В Лубнах у них была столица, княжеский замок. Все это, естественно, было разрушено во время восстания Богдана Хмельницкого. Вот эти полки Черниговский, Стародубский, они составили Малороссию. Запорожская осечь отдельно вообще находилась. Запорожская осечь, причем даже в разные юрисдикции. Она то в двойной была, польско-российской, то в турецкой, например. То, например, выбирала шведскую ориентацию при Мазепе в 1708 году. Всякое бывало. Вот это Малороссия. То есть по нынешнему Левобережная Украина. И, кстати, когда в конце 18 века при Екатерине II присоединили нынешнюю область Киевскую, на правом берегу, ее правобережную часть, Черкасскую, Подольскую губернию, по дореволюционному делению, Волынскую, Холмскую, когда все это присоединилось к Российской империи, благодаря трем разделам Речи Посполитой, это стали называть Украиной. И когда в 1812 году Александр I формировал ополчение в связи с нашествием Наполеона, то с левого берега формировались казачьи малороссийские полки, а с правого казачьи украинские полки. Это вот если говорить о ситуации на начало 19 века. А если говорить о ситуации на конец 16 века, то в конце 16 века Украиной называлась вот такая коротенькая, узенькая полоска пограничья, вот примерно в районе всем известного по истории Богдана Хмельницкого Субботова, Черкас, вот в этом районе на картах конца 16-го, начала 17-го века. То есть чуть южнее Киева. Да, ну серьезно южнее Киева, я бы сказал километров 200, если я не ошибаюсь, вот там попадаются такие, карты все были естественно западноевропейские, потому что наши предки карты начали делать значительно позже, ну в 18 веке свои карты появились, но это были российские карты, то есть это картографы, которые прошли обучение у западноевропейских специалистов после Петра I, вот с Петра I и позже они начали тоже составлять российские карты, а до этого пользовались западными картами и все хорошо знают эту карту Баплана, а до Баплана тоже была история картографии и на картах до Баплановских такими маленькими-маленькими буквами, вот в этом районе где-то там Черкас, Канево писали Украина, вот в том районе, где Рось впадает, вот примерно в этом районе, где Рось впадает в Днепр, ну где Кагарлык, например, вот южнее Киева несомненно, и если там названия такие как Новгород, Северское княжество, они так и писали, это писалось крупным, или Подоле писалось крупными буквами, это Украина такими крошечными-крошечными, потому что термин еще не распространился широко, ну вот как термин Франция первоначально Иль де Франс, да, остров Франция, то есть он к огромной этой территории нынешней не имел отношения в 12 веке, например, то есть это была маленькая такая, вот как будто бы французский голок, которого еще не съели в ресторане, нагадил в районе Парижа, вот это была Франция 12 века, ну и Украина такая, крошечная-крошечная, пограничная, боделэнд по-английски, да, пограничная земля, и Вольтер именно так объясняет происхождение Украина, слово Украина, Баплан так объясняет, ну то есть все там итальянские путешественники, все понимали, что это О-Украина, да, там, Украина, Украина, по-разному это произносилось, по-разному писалось, иногда через О, иногда через У в начале, иногда через ОУ, ну, язык был немножко другой, это был еще, представьте себе, не украинский язык, то есть вот текстов 16 века, написанных на украинском языке нет, ну нет, вот сколько вам там не будут показывать Пересопницкое Евангелие, это можно назвать прото-украинским языком, но никак не украинским, вот, и что самое любопытное, ну, двоязычие было свойственно вот этой территории Украины, Малой Руси и даже три языка, ну, если брать Богдана Хмельницкого, то он разговаривал по-польски, по-русински, это назывался русинский, русская мова, да, и по-татарски, татарский воспринимался как диалект турецкого языка, сейчас это, как говорят лингвисты, немножко разные вещи, немножко, но немножко, и это было нормой знать в этой земле, вот в этой точке, где перекрещивались различные влияния, несколько языков, как и сейчас, ну, почему так, люди приходили отосюду, ну, терминология казаччины татарская по происхождению, само слово казак, слово кош, слово курень, слово кылым, ковер по-русски, слово шаровары всем известное, например, ну, вот, вооружение, казачье вооружение, оно тоже все заимствовано, ну, слово самопал, конечно, украинское слово, понятное любому подростку, который там рос во дворе в 70-е, 80-е годы 20-го века, мы сами делали такие самопалы, а, например, запорожские казаки под берестейшком пользовались самопалами московской работы, у них своих оружейных фабрик не было, вот как сейчас у Украины нет своего завода, производящего автоматическое стрелковое оружие, Украина не производит пулеметы, автоматы, точно так же покупали в Москве оружейные стволы вместе с замками, ставили приклад, ложи, вот, цевьё, и использовали, вот такие как раз на месте сражения с поляками при берестечке находятся, или ружья, очень длинные, восточные ружья, они вот с удлиненными стволами, такими небольшого калибра, или сабли, вот, нет казачьей сабли, вот, сколько её не ищут, а почему нет, это не хорошо, не плохо, это факт, вот, друзья, давайте воспринимать вещи так, как они есть, да, вот, как слово унтер-офицер или слово сержант, вот, унтер-офицер германского происхождения в русской армии дореволюционной, а слово сержант французского происхождения, что ж ты сделать, ну, первые сержанты были оттуда, инструкторы, кстати, которые обучали русскую армию ведению боя по западноевропейскому стандарту, вот, а здесь сабли, вот, у нас, например, у казаков, либо персидские реже, либо турецкие, либо польские, потому что поляки действительно обладали оружейным производством, и они создали свой тип сабли, вот, такой, свой, своеобразный польский такой, с закрытой гардой, гарда постепенно закрывалась, закрывалась, и, наконец, закрылась, вот, вот, что было Украина, вот, что было Малороссия, а если, вот, вы сказали о Новороссии, как этот термин возник, у меня брали недавно интервью для литературной газеты, вот, московской, и спросили, а как вы считаете, проект Новороссия, это проект КГБ, я сказал, нет, это проект Екатерины Второй и Потемкина, потому что, когда завоевали Крымское ханство при Екатерине Второй, то завоевали ведь не только полуостров Крым, я имею в виду Румянцева, Суворова, Потемкина, который тоже был храбрым человеком, хорошим организатором, боевым генералом, ну, мерзнуть под Очаковым вместе с солдатами своими, так как мерз Потемкин, да, там есть мемуары, что он жил в хорошей палатке, в хорошей палатке на морозе, тогда же не было печек электрических, в роскоши жил в палатке, правда, как это звучит, в роскоши в палатке, ну, видимо, палатка у него, конечно, была там просторнее, из более качественного материала, но он вместе с войсками брал этот Очаков, времен Очаковских и покорения Крыма, так вот, когда в результате двух русско-турецких войн при Екатерине Второй захватили Крымское ханство, можете употреблять разные слова, захватили, завоевали, можно сказать, вернули, почему, ну, потому что русское княжество, там, вот, на Тамане, тьму-тараканское, да, с Керчью, кстати, как одним из городов, оно ведь было уже при Владимире Святом, при Ярославе Мудром, то есть на территории Крыма наши предки, вот, славяне, предки, да, эпохи Киевской и Руси, они раньше появились, чем татары, это тоже исторический факт, татары пришли значительно позже, а, например, княжество, вот, имя тьму-тараканское княжество, которое находилось как на территории Таманского полуострова, так и на территории Крымского полуострова, Керчь, Корчев, есть известное любому историку или филологу упоминание о камне, который оставил князь Глеб, тьму-тараканский князь, с надписью князь Глеб мерил море по леду, по льду, то есть, вот зимой Керченский пролив замерз там где-то в первой половине или в середине 11 века, и они прошли, измерили сколько этого пролива, им было интересно, зимой тоже делать нечего было в 11 веке, телевизора не было, этой пропаганды, контрпропаганды не было, и, возможно, это по-разному называть, обидится на меня кто-то или нет, но фортуна любит сильных, и сила решает все в мировой политике. Как говорил Черчилль, когда сильные народы не желают быть справедливыми, а когда они хотят быть справедливыми, они обычно уже перестают быть сильными. Так вот, в конце 18 века завоевали не только Крым, но и ту территорию, которая считалась Крымским ханством. То есть, это нынешняя Одесская, Херсонская, Николаевская часть Донецкой области, Кубань, туда, Дон, дальше. И подумали, а как это назвать? Российская империя думала, как это назвать? А Российская империя находилась в тренде мировой политики, она не была каким-то отсталым государством. То есть, что у французов появлялось, то с небольшим опозданием, да, Российская империя не придумала жабо и паштет не придумала, но очень быстро и жабо стала носить, и паштет кушать, и пирожки слоеные с Франции тоже стала потреблять. Вот у англичан было такое выражение «Новая Англия», Нью-Ингланд, это в колониях на территории Соединенных Штатов. Существовало выражение «Новый свет» вообще в отношении того мира, который открыл Колумб в Америке. Естественно, родилась идея, давайте назовем точно так же, Новая Россия, Новороссия, потому что это была единая Российская империя. И была образована губерния Новороссийская, она так называлась Новороссийская губерния. Столица ее была в городе Симферополь. Существовала еще в начале 20 века солдатская шутка, она была неприлична, но вы поймете, я промолчу там в нужном месте, обычно старые солдаты дразнили молодых, спрашивали, ты из какого города? Он говорит, ну из Симферополя. Говорит, а какой губернии? Новороссийской. А какая столица Новороссийской губернии? Симферополь. Он говорит, ну нет, так обычно, вот Унтер говорил молодому солдату, нет, так не бывает. Вот смотри, в Петербурге, столица Петербургской губернии – Петербург, столица Киевской губернии – Киев, Черниговская – Чернигов, а Новороссийская симферопор вы свою столицу известная солдатская шутка дореволюционная мало кто помнит что при павле первом нынешний город днепропетровск был переименован из екатеринославля в новороссийск и несколько лет вот пока царствовал павел который очень не любил все связанное с мамой с потемкиным город екатеринославль назывался новороссийском не новый вот этот нынешний новороссийск на территории российской федерации днепропетровск был городом новороссийском этот тоже было связано с этой же причиной новороссийская губерния была большая в неё например входила нынешняя одесская область а университет в городе одессе назывался новороссийским университетом вот тот самый университет который носит сейчас имя мечникова он назывался новороссийским университетом я в нем один год отучился не в новороссийском естественно а вот в этом переименованным уже в мечникова я поступил в него в 1986 году и там Он, кстати, впервые узнал эту историю, о том, что он назывался «Новороссийский». Но в советских пунктах по сдаче макулатуры можно были такие. Люди старшего поколения, уже хочется сказать старшего и среднего, помнят, что можно было сдать 20 килограмм макулатуры, получить талончик и за этот талончик приобрести в книжном магазине дефицитную книгу. Дефицитом был Дюма, Анжелика и в том числе книжка уроженца Харьковщины Григория Данилевского, которая называлась «Беглые в Новороссии». Она у меня есть, из советского издания, я точно так же, как все, сдал когда-то 20 килограмм макулатуры, получил эту книжку, впервые узнал, что было такое слово «Новороссия». Книжку несложно найти сейчас на любом развале, я думаю, что она стоит, может быть, гривен 10 в лучшем случае, почитать о приключениях этих беглых, как крепостные крестьяне бежали на территорию как раз Херсонской, Одесской областей, как они там от крепостной зависимости спасались, как туда же ехали активные молодые люди дворянского, купеческого сословия, и там начинали тоже новую жизнь. Вот это и было «Новороссия» под революционной номенклатурой, это включая и полуостров Крым, и включая Донскую область, область войска Донского. Если вы откроете любой учебник географии Российской империи, изданный при царе-батюшке, то там будет написано, вот Лес Гафта, например, такой был учебник, его автор профессор Лес Гафт, одним словом, немец по всей видимости, вот у него написано, что Новороссия – это губерния Новороссийская, Екатеринославская, представьте себе, и Донская область. Вот это все входило в определение Новороссии. И этот же учебник писал, что эту территорию населяет смешанное население из малороссов, великороссов, болгар, греков и так далее, потому что это действительно многонациональное было население, и там было много сел болгарских, потому что болгары бежали из Турции на территорию Российской империи, сербов там было довольно много, греков, естественно. Самое любопытное, я листая газету начала 19 века, она называлась «Одесский вестник», это одна из самых древних газет, выходивших на территорию Украины, на двух языках, кстати, выходила по-русски и по-французски, одесситы более такими ориентированными на Европу, космополитами. Там я нашел упоминание начала 19 века, что швейцарская какая-то колония переселилась в связи с низким уровнем жизни в Швейцарии на территорию Новороссии, вот как раз где-то под Одессой колония швейцарцев образовалась точно так же, как и колонии немцев образовывались. Ну и в начале 20 века, что самое любопытное, во время гражданской войны очень интересная была политическая ориентация этой территории, вот государственности отдельной какой-то новороссийской не возникло, но что любопытно, в Одессе была в 1918 году Одесская республика, ее большевики организовали, и там была война между войсками УНР, Украинской народной республики, которые в советские времена чаще назывались всего Петлюровцами просто, и вот большевистским этим гарнизоном. И плюс одним из самых ярких персонажей от Новороссии является феномен Нестора Махно, человека, который вроде бы должен был бы себя ощущать украинцем. Он разговаривал на двух языках, и по-русски, и по-украински, одинаково свободно. Но если вы почитаете его мемуары, то он там возмущается в мемуарах, что заставляют разговаривать по-украински. Ему это не нравится, он был интернационалист по своему мировоззрению, он был анархист, Петлюра не смог с ним найти общий язык, они пытались заключить союз, но у них так ничего не получилось. И Махно точно так же вступал куда охотнее в союз с красными, с большевиками, с московскими большевиками, но у него тоже плохо получалось это, у него были какие-то свои интересы, своя психология там образовалась. Я был, кстати, специально ездил в Гуляйполе в 2002 году, чтобы понять феномен Нестора Махно, что это такое, где он вырос. Городок этот, кстати, Гуляйполе, все под 90 градусов, его строили как раз по регулярному плану. Регулярный город, тут село, официально он назывался селом, хотя это, конечно, никакое село не было, потому что там паровые мельницы, заводы, двухэтажные дома, магазины дореволюционные до сих пор сохранились. И все построено под 90 градусов, как в Петербурге. Ну только жителей было там 16 тысяч на момент рождения Нестора Махно. А почему селом считалось? Потому что принадлежало когда-то помещику, ну и помещик не хотел превращать это в город, а так получилось, что в городе Александровске, который сейчас называется Запорожьем, было столько же жителей, сколько и в селе Гуляйполе, вот в начале 20 века. И там 16 тысяч, и там 16 тысяч. Только за время советской власти Александровск превратился в Запорожье, в большой промышленный город, с заводом цветных металлов, сейчас все как-то больше водочный завод знают из этого города. Но там при советской власти была очень мощная индустрия, не считая Днепрогесса. Я тоже был в Запорожье, естественно, на несколько раз. А Гуляйполе осталось как законсервированным до сих пор. И вот этот вот новороссийский менталитет, новороссийский феномен – это Нестор Махно. С одной стороны это деятель несомненно украинской истории и общероссийской истории, а с другой стороны это вот такой вот, хоть и сидел в Москве в тюрьме, а москвичом не стал, то есть у него своя была точка зрения на все вопросы, несмотря на то, что он Ленина очень уважал, ему Ленин почему-то очень нравился, просто он аж закипал. Вот это воспоминания о встрече с вождем, но вот что было Новороссией, если отбросить любые оценочные осуждения и обратиться только к строгим фактам. По поводу Украины, точнее нынешних границ, как она образовалась, вот какова предыстория, какова история. Роль Австро-Венгрии, кстати, в образовании Украины? Немалая роль, конечно, Австро-Венгрии, потому что первая книжка, в которой обосновывалась идея самостоятельной Украины, самостийной Украины, она была издана в городе Львове. Но она была издана уроженцем не Львова, а человеком, который жил очень недалеко от мест рождения моих предков в Полтавской губернии. Это был известный адвокат Николай Михновский. Вот он всю жизнь по-русски разговаривал, работал либо в русской адвокатуре, либо в военной прокуратуре во время Первой мировой войны, расписывался за жалование, естественно, на русском языке. Но он считал, что Украина должна получить независимость. Он написал эту работу «Самостийная Украина». Он, кстати, памятник Пушкина пытался подорвать в городе Харьков, не получилось. Юнкеров местного училища привлек, крепко был поставлен памятник, окна повылетали в соседних домах, ничего не вышло. С памятниками воевали уже тогда. И Михновский, естественно, анонимно, он был человеком очень осторожным, на территории Австро-Венгрии, во Львове издал эту книжку. Какой год был? 1900-й. Очень легко запоминать. То есть это вот момент, когда, можно сказать, появляется первый политический украинец. Михновский. У него четкая программа. В независимом формате, да? В независимом формате, да, потому что до этого всевозможные разновидности культурного возрождения, автономизма, но политической идеи независимой Украины не было ни у Богдана Хмельницкого, ни у Мазепы. Это всегда идея вассалитета, подчинения какой-то более крупной государственной структуре. Или Польши, или России, или турецкому султану, но вот с идеей самостоятельности не было. Богдан Хмельницкий первую половину своей политической карьеры, вписавшейся, кстати, в 10 лет, вот в десятилетия, он подписывался по-польски, гетман его королевской милости Яна Казимира, да, вот войско Запорожского его королевской милости. А после 1654 он перешел на кириллицу и стал подписываться гетманом войска Запорожского его царского величества. Ну, уже в самом титуле все понятно, то есть и титулатура подразумевает, что никакой там не было независимости, никаких союзнических отношений. Это опять-таки то, что я говорю, это голые факты. Ну, не нужно искать здесь политику, я всего лишь здесь историк, а историк не может врать. Ну, то есть если бы я состоял на какой-то службе у кого-то, там у царя ли, или там у президента, или у гетмана, тогда можно было сказать, ну поскольку я, слава Богу, человек свободный, вот вольный казак, то я и должен знать историю своей земли, как она есть на самом деле. И вот Михновский, он первым сформулировал эту мысль. Я думаю, эта мысль не только в его голове родилась. Когда-то, когда я был молодым журналистом, то мой первый главный редактор говорил, если тебе пришла в голову какая-то идея, это означает, что в мозгу замкнуло два контакта. Беги ее быстро реализовывать, потому что где-то еще замкнуло два контакта в другой голове, тебя могут обогнать. Вот с реализацией у Михновского было хуже, он был очень непрактичным человеком. По-своему, его даже жалко, он повесился в конце жизни, приехал в Киев уже при советской власти, повесился на улице с таким жизнерадостным названием «Желянская», на перпендикулярной улице храпел профессор Грушевский, первый председатель Центральной Рады, он упросил советское правительство вернуться, ну вот Грушевский храпел и все было сочно, славно, хорошо, а Михновский взял и повесился, причем тоже неудачник, бедняга, со второго раза у него получилось только повеситься, так что неудачно складывалась у него жизнь, то есть не жениться он никак не мог, у него были очень завышенные амбиции, но не было потенциала для реализации, потому что предлагал ему, например, Гетман Скоропадский должность в правительстве, ну очень такую скромную, второстепенную, Михновский обиделся, ну кто там такой, Скоропадский, русский генерал, вот он тут вдруг примкнул к украинской идее, а я же Михновский ее придумал, их теперь все пользуются, ну где уехал в деревню, то есть он даже в гражданской войне по сути не участвовал, была у него, он кстати первым пришел к мысли, что Украине необходима своя армия в семнадцатом году, но Центральная Рада в семнадцатом году летом еще игралась в автономизм, деятели Центральной Рады такие как Грушевский, Петлюра считали жуткой крамовой независимой Украины, нет, нет, нельзя, с Керенским же испортятся отношения, Керенский обидится там в Петрограде, нельзя, и Михновского, когда он лез во время одной из акций массовых с этой идеей на трибуну, Грушевский его просто взял и нахально вот гедно брался на огласть и вытолкнул его просто, и Грушевский пишет в мемуарах, что даже сам, говорит, я не понимал, как это у меня получилось, такого огромного Михновского, он действительно был под два метра роста, вытолкнуть, вот просто, ну а тот видимо застенчивый был, ну а может быть даже мешала интеллигентность, вот это гимназию окончил русскую, культура там, в прокуратуре работал, какие-то представления о законности были все-таки, вот, вот с этого момента, с 1900 года все и началось, если не считать, конечно, то, что два москаля, Жуковский и Брюлов, пусть один москаль был татарского происхождения, турецкого происхождения, жуковский наполовину, он сын турецкого пленного, а Брюлов был потомком француза Брюля, который натурализировался в Российской империи, ну вот, тем не менее, они были русские люди, выкупили Тараса Григорьевича и Шевченко, да, тоже, да я тоже спрашиваю, почему украинцы так, ну вот, негативно относятся к России сейчас, перекладывают на нее там все свои беды, я тоже ответил, я говорю, вы знаете, это потому, что ту Украину, которая была до 2014 года, вот, тоже придумали москали, сделали ее, советскую Украину, потому что ее делали либо природные такие уж москали, как Хрущев, как Ленин, пусть и с солидной примесью еврейской крови, там, и какой-то еще финно-угарской, ну, тем не менее, там, русский человек, вот, Ленин уничтожил Донецко-Криворужскую республику. В столице этой республики, кстати, был город Харьков. Он был унитаристом, он был за то, чтобы не откалывались эти пролетарии Донбасса от Украины, наоборот, он считал, что нужно побольше пролетарского алимента добавить в Украину. И поэтому он товарищу Сергееву, известному под партийным псевдонимом Артем, кислород перекрыл, и с Ворошиловым у них не получилось. Это Донецко-Криворужская республика, как долгосрочный проект, но они очень хотели, потому что этот регион был, ну, в промышленном отношении абсолютно, если не самодостаточен, то уникален. И, несомненно, представлял некую целостность. Я имею в виду Донбасс и вот даже Харьков, Криворожье. Ну, то есть там, где находятся залежи руды, там, где находятся металлургические заводы, залежи асбеста, коксового угля. Вот вся эта территория. Вы называли ведь его «Стальное сердце России». Да, это было, да. Это выражение было. Плакаты можно поднять, пожалуйста, о эпохе ранних годов советской власти. Там все это есть. Ну, Сталин, это общеизвестно, присоединил Галицию, Галичину, то, что сейчас называется Западной Украиной. Королевство Галиция и Ладомерия. Так оно называлось официально в Австро-Венгерской империи. И очень надежно присоединил, как видите. Вот у Сталина получалось очень хорошо. Все, что он присоединял, это намертво. Просто отсоединить невозможно. Ну, Хрущев волонтарист, он Крым подарил. Кстати, вот это выражение «подарил Крым», оно ведь неприличное. Вообще, вот эти проблемы сейчас с Крымом, они во многом, вот как кукуруза, массу глупостей Хрущев натворил. Хорошие вещи делал. Конечно, Хрущевки не симпатичны. Но при Украине никто бесплатно Хрущевок никому не раздавал. Правда? После 1991 года. Конечно, эта кукуруза, наверное, не самый вкусный продукт. Но вот я шел сюда на интервью, а по дороге как раз кукурузу продают прямо на улице за 10 гривен. Так что какие-то дела Хрущева продолжаются до сих пор. И крестьянам паспорта, и вообще как-то оттепель. Само явление оттепель. Солженицын опубликовал. Это все было интересно. Но с подарком Крыму получилось нехорошо. Всех запутал, всех перессорил, как обычно. У людей никто ничего не спрашивал в 1954 году. Хотят они, не хотят они. У меня был такой случай. Я в 1982, представьте себе. У меня было 13 лет. Я приехал в Артек. Пионер. Пионер Бузина. Из города Киева. Родился в Киеве. И крымская девочка мне говорит, ну мы так недовольны, что вот мы живем в Украине. Это Советский Союз, еще общая страна. Я говорю, чем вы недовольны? Я в украинской школе учился. С первого класса украинский язык, со второго русский. По программе тогдашней. Она говорит, ну вот нас присоединили к Украине, нас не спросив. И действительно я понял в тот момент, что когда кого-то замуж выдают не спросив, обида все равно остается. Она может прорваться в самый неожиданный момент. Где слабо там нервется. И вот подарок Хрущева к 300-летию так называемого воссоединения Украины с Россией. Вот так и сделали Украину. Давайте не забудем про Закарпатье, которое Сталин добавил, потому что Сталин мыслил как геополитик первой половины 20-го века. А для него был очень важен плацдарм с Закарпатами. Во время Первой мировой войны, когда Сталин был молод, русская армия потратила кучу усилий и крови для того, чтобы преодолеть Карпатский хребет. И так его до конца и не преодолело. Так и не получилось. Австро-Венгрия и немцы нанесли контрудар под горлицей в 15-м году. Началось великое отступление и покатился фронт на восток. И Сталин, чтобы так не случилось, чтобы он контролировал постоянно выходы в Европу с Карпат, с территории Украины, вот он и выбрал этот плацдарм нынешнего Закарпатья. Взял его. Венгрия перед этим его отобрала у Чехословакии. Он это все отобрал у Венгрии. В общем, объяснил, почему надо так сделать. И обратите внимание, что два раза Красная Армия как раз уже после смерти Сталина входила в Европу именно через этот Закарпатский проход. В 1956 году в Венгрию, подавляя венгерское восстание. И в 1968 году в Чехословакию, в Прагу. В двух случаях этот сталинский плацдарм сработал для решения геополитических проблем Советского Союза. Так как Советский Союз их видел. Надо было так делать, не надо. Это второй вопрос. Я здесь не имею, если хотите, какого-то определенного мнения. Я считаю, что это даже пустопорожнее переливание чего-то куда-то. Рассуждать, как там надо было поступить. Ну все, уже есть данность. Ну что тут жевать бесконечно. И Буковина. Герцогство Буковина. На гербе которого был изображен бык. Бычья голова, если быть точным. Тоже часть Австро-Венгрии. Бывшая, которая оказалась после 1918 года в составе Румынии. Ну а потом тоже товарищ Сталин присоединил это к Украине. Вот совсем что было. С евреями буковинскими, с цыганами буковинскими, с местным славяноязычным православным населением, которое ментально отличается от Галичины. Тоже трудно понять, что это, как это назвать. Потом сказали, вы украинцы. Всех вот вписали в номенклатуру четко. Паспорта выдали и уже живите по новым правилам. То есть нравится, не нравится, живите. Вот так была образована Украина. Это советский проект, московский проект. Почему он был сделан? Потому что дореволюционный проект был другой. Дореволюционный проект это был проект триединого русского народа. И официальная царская идеология утверждала, что русский народ триедин и состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Представьте себе, большая часть населения Российской империи не знала, что это так. Честно, я не знала. Потому что очень слабое было национальное самосознание до распространения грамотности у всех. Я тоже должен говорить, как историк, как было на самом деле. Ведь национальное самосознание окончательно создал сталинский период вместе с распространением грамотности. Точно так же, как французы себя почувствовали французами только во второй половине 19 века, когда заработала общеобразовательная французская школа везде. В Провансе, в Британии, где запрещали разговаривать по-бретонски. Так вот сделали французов тоже. Тоже придуманная нация, между прочим, французы. Как американцы, как немцы, извините. Итальянцы тоже говорят, мы первый иностранный язык, который изучаем в школе, итальянский. Потому что у них масса диалектов, на самом деле масса отдельных языков. И вот то, что мы там знаем о sole mio и думаем, что это по-итальянски, это не по-итальянски, это по-сицилиански. Итальянский язык, он немножко другой, более жесткий. Бонджорно, ресорджементо. Это где-то там в районе Милана. Ломбардский диалект. Это диалект, который лег в основу современного итальянского языка. Язык Данте. Это при том, что сам Данте был антиитальянцем. Он был сторонником германского императора. Но так уж получилось. Тут много всегда есть парадоксов в истории, о которых забывают. И большевики хотели, победив белогвардейцев, разрушить белогвардейскую идеологию, предпосылки для белогвардейской идеологии. Для того, чтобы белогвардейщина не поднялась, они не только часть Донской области передали Украинской Советской Социалистической Республике, но и начали на государственном уровне политику украинизации. Это была часть общесоюзной политики коренизации. Точно так же в этот момент киргизам объяснили, что они киргизы, а не казахи. Потому что до этого киргиз кайсаки, киргизы кайсаки, они не отличали особо друг друга. Они считали, что если не один народ, то какие-то очень близкие племена. Кстати, казахи, ведь они называют себя не казахами, а казахами. Казахстан. Там все четко. Тоже советская выдумка. Как-то сделать надо казахов, чтобы они отличались от казаков. Наших донских, кубанских и прочих. Вот такая была история. И очень четко удалось с помощью школы советской, репрессивного аппарата, в том числе ВЧК, и лично Лазаря Моисеевича Кагановича, который занимал должность первого секретаря коммунистической партии Украины, тогдашних большевиков удалось провести политику украинизации и объяснить всем жителям Украины, что они украинцы. И записывали, не спрашивая украинцев всех, даже тех, которые говорили, да нет, мы малоросы, да нет, мы вообще не знаем кто. Есть чудесные воспоминания генерала Харунжева Украинской Народной Республики Юрия Тютюнника, для русских слушателей, где он описывает, как в 1918 году при Временном правительстве, когда тоже пошла политика украинизации армии, решили создать украинский полк. И набрали призывников из таких, в нашем представлении, глубоко украинских губерний. Это не я пишу, это пишет расстрелянный НКВД, деятель украинского освободительного движения Юрий Тютюнник. Не думайте, что это я придумал, откройте эти мемуары. И вот собрали этих призывников, Киевская, Екатеринославская, Губерния, Подольская. Все, естественно, говорят вот на таком простонародном украинском, не задумываясь, что это украинский язык. Просто говорят и говорят. Как сейчас некоторые не задумываются, говорят, что я по-русски что ли говорю. Говорят и Путина костерят на этом русском языке, например. И Тютюнник говорит, я попросил, я сказал, украинцы поднимите руки. А там было несколько тысяч человек, огромная толпа. Говорит, ну и поднялось там чуть-чуть рук, какой-то небольшой процент совершенно. Тогда я сказал, малоросы поднимите руки. Ну, поднялась треть. Хохлы поднимите руки, еще треть. Так у Тютюнника к бузине претензий никаких. Все к нему. Значит, еще треть рук поднялась. Тогда говорят, ну хорошо, теперь хохлы, малоросы и украинцы поднимите руки. И вот тогда поднялся лес рук. Вот это демонстрирует, какое было национальное самосознание через 17 лет после того, как Михновский написал свою самостийную Украину. То есть, его практически еще не было. Были какие-то его зачатки, зародыши. Вот так все было. Все благодаря Кагановичу и Сталину. А Кагановича Сталин очень ценил. Каганович был потрясающим менеджером. Я видел его выступление, не живьем, естественно, а хроникой выступления. Он как гебель заливал вообще. Он такой талантливый очень, еврей был. И с очень хорошими организационными способностями. Только не подумайте, что если я хвалю евреев, то я сам еврей. Чего нет, того нет. Но после того, когда Каганович украинизировал Украину, Сталин его перебросил на строительство московского метро. Я неоднократно в этом метро ездил. Получилось замечательное, действительно, хорошее метро. Особенно старая часть. Потом, когда у Кагановича это получилось, он его на Министерство путей сообщения перебросил. Наркомат путей сообщения тогда это называлось. У Кагановича тоже получилось. То есть всю Великую Отечественную войну, которую сейчас переименовали постановлением, приказом Министерства образования Украины в войну номер два, во вторую мировую. То есть просто война номер два. Вот так решили. Так вот всю Великую Отечественную войну номер два, советские железные дороги работали лучше германских и это привело в том числе к победе Советского Союза в войне номер два, она же Великая Отечественная. И это заслуга Кагановича, тут никуда не денешься. И вот как раз я видел его выступление, хронику выступления на съезде с железнодорожником. Железнодорожники слушали его открытые. Может быть благодаря ему они впервые узнали, что они железнодорожники настолько важные, по-настоящему важные железнодорожники, а не просто какие-то там ребята, которые по несчастью оказались с молотками на железной дороге. Вот такой еще исторический вопрос. Гражданская война в России 17-23 года после октябрьского переворота и гражданская война на Украине в 14-м году нынешнем, после февральского переворота в Киеве. Можно ли здесь проводить какие-то параллели, учитывая конечно, что события прошлого века происходили непосредственно в столице всей Российской империи, в Петрограде, в Петербурге. А нынешняя война на Украине, точнее переворот и война после этого, это локальный по отношению к России конфликт. Вот давайте смотреть глубже. События, которые привели к так называемой малой гражданской войне на Украине в 2014 году и события 1917 года, они напрямую связаны. Ну это параллели очевидны. Дело в том, что, смотрите, просто вот после распада СССР активность историческая более слабая, чем после распада Российской империи. А сценарии одинаковы. В 17-м году распадается Российская империя, революция в Петрограде происходит, а в 1991 году происходит революция в Москве. Первый Майдан был в Москве, возле Белого дома. Просто это не называлось Майданом. Ну вот эти, помните ГКЧП и Ельцин на танке. А когда происходит смена власти в столице империи, обычно отпадают окраины. То есть так бывает все это. Вот французская революция произошла во Франции, тут же отпала Британь. Вот они на Корсике начались волнения, корсиканцы перехотели быть в составе Франции. Это все пришлось подчинять заново. Когда распалась Российская империя благодаря февральской революции, потому что дальше начиналась Российская республика. Российская империя распалась в феврале 2017 года, а не в октябре. Почувствовали себя свободными окраинами. Финляндия запросилась на свободу. Польша сказала, да мы вообще-то немцами сейчас завоеваны, не имеем никакого отношения к Варшавской губернии, мы теперь будем Польшей. Украина захотела независимости, Кавказ, горские народы Кавказа отдельно, то есть Армения, Грузия, все захотели. Эти среднеазиатские ханства на Дальнем Востоке тоже началось, бог знает что, там тоже свои правительства пошли, там сибирские. Везде распалась система власти. В 1991 году распадается Советский Союз, что происходит? От падения окраин. Республики бывшие Советского Союза, кроме одной самой большой РСФСР, отпадают. Все говорят, ну мы теперь независимые. Даже Киргизия та же, которую отсоединили от Казахстана в свое время большевики. И пошел процесс, пошли гражданские войны везде. В Абхазии, в Чечне, это же тоже гражданская война. Там же тоже россияне с россиянами воюют. Послушайте, чеченцы русскоязычные, а не билингвы. Я разговаривал с чеченцами, они говорят по-русски. Это вот одна система воюет внутри, россияне. Если вы сейчас приедете в Москву, то больше всего спортивные костюмы или куртки, пуховики с двуглавыми орлами и надписью Россия носят именно выходцы из Кавказа, из Дагестана, из Чечни. Вот они сейчас особенно остро ощущают себя гражданами Российской Федерации. И просто в Приднестровье. Это тоже та же часть. Везде, где было плохо сшито, а большевики ведь как сшивали? Они сшивали так, чтобы оно не расползлось. Им казалось, что так будет надежнее. Если мы, например, передадим Бессарабию в состав Молдавии, то Бессарабия удержит Молдавию от ухода из Советского Союза. А Бессарабия не удержала. Бессарабия, кстати, была… Приднестровье была автономной республикой. Бессарабская автономия в составе Украинской Советской Социалистической Республики до 1940 года, когда присоединили от Румын Молдавию и сделали Молдавскую Республику общую. И там заполыхало. Потому что, ну, разные. Вот Молдаване хотят быть молдаванами, а преднестровцы хотят быть русскоязычными преднестровцами. Они хотят быть русскими. Донбасс точно так же Ленину передал составу Украины. Вот заполыхало. Ну, что ты сделаешь с этим? Как говорил вот Черномырдин покойный. Хотели как лучше, а вышло как всегда. И это гигантский общероссийский процесс. Постсоветский процесс этой гражданской войны. То есть, вот есть… Ведь, знаете как, война гражданская, она вообще остывает очень долго. Ведь, вроде бы, официально первая гражданская война закончилась в 1922 году, когда там взяли Владивосток по долинам и по взгорем. Шла в дивизия, как в песне. А, смотрите, казаки донские. В 1942 году значительная часть из них переходит на сторону немцев и создают там целый казачий корпус. А Власовская армия, РОА – это продолжение гражданской войны. Это продолжение гражданской войны. Это те процессы, которые при Сталине загнали в подполье, они прорвались, как только ушла советская власть. И здесь у нас все то же самое. То, что заложено было еще при Ленине, это рвется сейчас. Вот так с кровью, с мясом. Страшно рвется. Но что ты сделаешь? Если бы государь-император удержал Россию в 1917 году, он же по православию удерживающий был. Удерживало падение в полный разгул. Удерживало от прихода сатаны. И вот так вот было бы все по-другому совершенно. Но мы бы тут не сидели и не разговаривали с вами. Сидели бы какие-то другие люди и возможно не здесь. Вообще все было бы по-другому. Ну так получилось. Вот так получилось. Вот мы живем в ситуации, когда бес силен. Черт бродит везде. У каждого свобода. Кто удерживающий, сложно сказать. И есть ли удерживающий вообще. Или вместо удерживающего просто человек, играющий роль удерживающего. Мы не знаем этого. Православием там было все понятно с монархией. И верность была ясна. Ну так как народ оказался неверен государю. А государь оказался неверен народу. И отрекся. От народа тоже отрекся. То, чего Гоголь очень боялся. Вот он в избранных местах из переписки с друзьями. Он писал, что больше всего мы боимся, если народ отречется от государя. Или государь отречется от народа. Это мысль Гоголя. Малороссиянина. Нашего земляка. Вот мы живем после семнадцатого года в такой реальности. Уже скоро сто лет. Когда власть. Когда если вот говорят о легитимности власть. А классическая легитимность, она вообще это свойственно только монархия. Вот после падения монархий, это уже вопрос. Ну конечно говорят, народ избрал, он легитимен. Ну Януковича избрали. Вот он был легитимен. Его согнали силой. И в четвертом его избрали. Да. И в четвертом. Вот понимаете. И оказывается, что решает? Легитимность? Нет. Все то же, о чем я говорил. Сила. Грубая физическая сила. Как говорил Генри Форд, он в этом разбирался. Грубая физическая сила, не коронованная царицей мира. Вот так он сказал. Тот самый Форд, который умер в 1947 году при свете керосиновой лампы. Так газета детройтская написала. И не имел своего кабинета. Он ходил по всему заводу в Детройте. И говорили, господин Форд курсирует. По крайней мере, если верить Ильфу и Петрову, написавшим одноэтажную Америку. Вот так вот и живем в этом. У кого сколько сил хватает защищать себя, близких, выбирать свой путь. И сложно сказать, кто делает благое, кто доброе. Вот мы касались сегодня вопроса Донецко-Криворожской Республики. И это очень такой интересный период истории в жизни территории нынешнего Донбасса. Донецко-Криворожская Республика просуществовала там всего лишь несколько месяцев в 2018 году. И какие вы, может быть, параллели приведете по отношению к нынешней ситуации? Ну, они очевидны параллели. Пылал Харьков как раз. Входивший в состав Донецко-Криворожской Республики. Началось восстание на Донбассе. Это восстание было. Конечно, был внешний фактор. Его отрицать ни в коем случае нельзя. Господин Стрелков, конечно, приехал из Российской Федерации через Крым. Это однозначно. Ну, факты есть факты. Что тут говорить? Но был и подъем просто. Там на Донбассе произошла революция, достоинство. Я хорошо знаю Донбасс. По крайней мере, мне так кажется, что я хорошо знаю. Я очень люблю этот регион, кстати. И, поверьте, мне искренне жаль вообще, что там гибнут люди. Гибнут люди с двух сторон. Мне жаль как простых донецких бабушек, так и украинских солдат. И хотя мне некоторые говорят, как ты можешь так, а мне жаль этих и других. У меня друзья погибли с двух сторон. Я не знаю, на чьей стороне вмешиваться в этот конфликт. Я поэтому предпочитаю не вмешиваться. Я его считаю противоестественным по своей сути. Потому что в Европе так не делают. Я имею в виду поведение украинской власти майданной. Оно жуткое, аморальное. Аморальное. Да, плохой был Янукович. Никто не говорит, что он был хороший. Конечно, плохой. По одной простой причине плохой. Не потому, что там было плохо, что гривна была 8 гривен за доллар. И не потому, что он был плохой, что зарплату вовремя платил бюджетникам. И не потому, что он был плохой, что провел чемпионат Европы по футболу. Не поэтому. Просто он свои обязанности не выполнил до конца, как положено. Он сбежал. Вот в чем плохо. Он три месяца не мог решить проблему. Ее можно было по-разному решать. Можно было вводить чрезвычайное положение. Почитайте, есть закон о чрезвычайном положении. Там не написано, что кого-то расстреливать, распинать. Там все расписано. Что делать надо было. Он это не делал. Можно было договариваться с Кличко, с оппозицией, с кем угодно. Но он предпочитал ничего не делать. Ему было свойственно преступное бездействие. Это плохо. Но новая власть, которая решила, что военным путем что-то решит, она глубоко ошибается. Там военным путем ничего не решишь. Там можно было договориться изначально. И изначально договариваться. Просто договариваться. Ехать и обнимать Донбасс. Вот Тимошенко надо было ехать и извиняться за слова о колючей проволоке. Рвать волосы там на себе. И есть что рвать. И я имею право это сказать. Потому что я был против того, чтобы Тимошенко сажали в тюрьму. Я не считаю, что она хуже Енуковича, например. Ни одного поля ягода. Ну и вообще, мужчина сажающий в тюрьму женщину выглядит, извините, глупо. Это идиотский поступок. С политической точки зрения. Ничего нет хуже, чем нажить себе врага в виде женщины. С женщиной так просто на самом деле воевать. Надо не вступать с ней в борьбу. Надо было ехать туда и Турчинову, и Кличко. Не о мэрстве думать в Киеве. Все равно же плохо получается у него. Ну какой он мэр. Ехать, обнимать Донбасс надо было. Надо было говорить, да, приемлем вашу позицию. Приемлем. Не нужно было устраивать вот эти кровавые события в Одессе, которые зажгли так очень сильно все. Это все было глубоко ошибочно. А ошибка, как говорил Толеран, это хуже, чем преступление. Ну вот и все. Действительно, а ты когда приезжал в Луганск. Чудесный город. Абсолютно советский. Сталинская архитектура. Такой сталинский ампир. Стадион 20-х годов. Полуразрушенный парк городской. Родина Ворошилова. Поэтому он такой вот вообще. Древнеримские такие просто развалины. За годы независимости этот парк как-то сильно подупал. Танки захваченные у белогвардейцев. Английские такие. Памятники там гражданской войне. Памятники танкам. Этот музей Даля. Ну, своя культура там. Осознание того, что это действительно там часть войска Донского была. Местное население, которое ты же не сделаешь их другими. Вот какими их земля родила, такие они и есть. Памятник Ворошилову. Ну, не надо Ворошилова воспринимать как какого-то дурака. Он был очень умным человеком. Очень умным. И харизматиком был. И мне там просто местные жители рассказывали, что огромные скопища людей. Вот митинги собирались в семнадцатом, восемнадцатом году послушать Ворошилова. Он мог вот так вот пальцем поднять народ. И память об этой обороне Луганской, где они передавали в восемнадцатом году, когда немцы наступали. Патроны вот цепочкой просто живой. И конь этот с яйцами ворошиловский. Там местные жители сказали, что кто помнил. Говорят, нет, у Клима была кобыла. Не кобыла. У Клима был жеребец. Поэтому надо его с яйцами делать. Вот так с яйцами был и сделал. Я видел этого коня. В Донецке я был неоднократно. Друзей у меня там до сих пор много. И стрелять по Донецку это было безумие. Ну просто безумие. То есть так нельзя было. Это не вписывается в рамки. Никакого цивилизованного решения вопроса. Есть каталонские сепаратисты. Их никто не обстреливает. Барселону никто не обстреливает. Шотландия ставила вопрос на референдуме об отделении. Решили вот там каким-то крошечным перевесом голосов. Мы даже не знаем подтасовали англичане или нет. Вот англичане очень всегда умеют прятать концы в воду. Как с Березовским не ясно. Ничего. Кто? Что? Только оказалось, что Британия не самое безопасное место, как думали. Недаром же там родина мирового детектива это именно Британия. Вот Конан Дойль оттуда. Пусть и из Шотландии, но тем не менее. Но Шелок Холмс то живет в Лондоне. Вот и все, пожалуйста. С шотландцами все просто решено. Сколько есть автономистских движений во всей Европе. И никто не думал, что это можно пушками уничтожить. Автономизм не уничтожается пушками. Я приводил пример. Я говорил, что Янукович Львов же не обстреливал пушками никогда. Но Львов мне не хотел отделиться. Я говорю, что в 1991 году вся Украина отделилась. И подавляющее большинство ее проголосовали за независимость. Но пушками из Москвы по Украине не стреляли за то, что Украина отделялась. Тогда вместе с Донбассом, кстати. Что самое удивительное. Какие события в нашей стране должны были происходить за 23 года, чтобы поменялась тоже психология людей на Донбассе. Выступление донецких шахтеров в конце 80-х, в начале 90-х это один был из спусковых механизмов независимости Украины. Об этом сейчас забыли. Это же было. Многие украинцы неоднозначно относятся к советскому этапу истории Украины. И имеют на этот счет вплоть до полярных мнений. Вот как, на ваш взгляд, как советский период отразился на Украине, в особенности на его демографической составляющей. То есть, процветала ли нация в советский период, допустим, по отношению к предыдущим периодам? Однозначно сложно относиться к чему-либо, кроме таких, знаете, примитивных вещей. Ну, вы смотрите стул. Ну, стул, он и есть стул. Что надо делать? Сидеть. Гвозди забивать стулом невозможно. Текст на стуле не наберешь, если ты не сумасшедший. Правда? А советское наследие, оно неоднозначно по своей сути. С одной стороны, наверное, не сильно приятно было жить в 20-е годы. Правда? То есть, моего прадеда, например, действительно репрессировали как царского офицера по женской линии. Моя прабабушка по мужской линии во время голода 30-х умерла. Моя бабушка и ее семья по женской линии жутко голодали. Это было все? Вот если говорить о селе. Днепрогест строили? Было, было. А в летчики массово шли? Было. А за значок ГТУ оборолись? Тоже было. Гитлера победили? Победили. Ну, вот видите, сколько всего, да? В космос летали, и в Киеве для Бурана делали керамический нос, вот чтобы он проходил через плотные слои атмосферы. Олег Антонов – природный москаль, но русский дворянин. Представляете, при советской власти. Парадокс на парадоксе. Приехал и организовал здесь вот государственную фирму, завод Антонова. И вырвался на первые места в мире по транспортному авиастроению. В Николаеве строили авианосцы советские? Строили. Тоже не на головом месте все возникло. Этот завод имени Марти и прочие там, не помню там имени скольки коммунаров в Николаеве. Это бывшие царские заводы. Оно же все переходит одно в другое. Я намного больше верю в эволюцию, чем в революцию. Я объясню почему. Я занимался всегда спортом, качался. И я знаю, что для того, чтобы просто накачать мышцы, вам нужно долго просто эволюционно накачаться. Ничего с вами, вы только мышцы порвете, если сразу схватите там тяжелую штангу, рванете. Вот вы просто порвете связки. Вот у вас разрыв произойдет, ничего хорошего из этого не будет. Сердце себе посадите. Потом, если вам повезет, долго-долго будете выздоравливать. Это же революция с вами происходила. И дальше опять потихонечку, потихонечку от гантельки весом в один килограмм двигаться к большим весам. Поэтому я верю, не то, что верю, я знаю, что работает эволюция. Все революционные потрясения потом все равно возвращают нацию, мир, землю в эволюционный путь. Сталин понял, что все, с революции пора кончать. Самый великий был контрреволюционер в истории России. Все, все сделал. Погоны сделал, офицеров сделал, церковь восстановил, завел советскую интеллигенцию. Буквально все. Сословие создало. Военное сословие снова создало. Аналог дворянства, можно сказать. Опричников создал. НКВД, МГБ. Все вернулось на круги своя, хоть тресни. Контрреволюционер выдающийся. И страшный человек, естественно. Но когда наивно начинают сейчас просто восхвалять Сталина тупо, извините, это глупость тоже. Во-первых, методы Сталина были хороши для сталинского периода. Ничего нельзя механически перенести. Иначе тогда попробуйте, как Наполеон, или попробуйте, как Петр Первый, или как Вильгельм Завоеватель в Англии. Ну, не работают. Ну, не решаются нынешние проблемы Британии с помощью Вильгельма Завоевателя. Не вызывают они его тень. Но, тем не менее, это все советский период. И, с одной стороны, например, если брать историю моей семьи, семья страдала. А с другой стороны, вот я посмотрел школьные тетради своего отца. Вот он рос в селе. Он заканчивал большую сельскую школу. Это было бывшее сотенное местечко казачье. Там две школы было. И я понял, что его сделал культурным человеком товарищ Сталин. Потому что вот этим сельским школьникам стали преподавать великую русскую литературу. Этим сельским школьникам стали преподавать хороший русский язык. Этим сельским школьникам одновременно преподавали украинский. Пожалуйста. И преподавали хорошую украинскую литературу. Кто скажет, что Энаида Кокляревского это плохо, это замечательно. Это великое произведение. И благодаря этому из сельского пацаненка получился подполковник Алексей Григорьевич Бузина. Это человек, работавший и за границей в свое время. И прекрасный оперативник. Вот получился разведчик и контрразведчик. И я не испытываю не только никаких угрызений совести от того, что мой отец служил в КГБ и в СБУ. А генерал Марчук, его коллега, и сейчас служит до сих пор. Вот его Наливайченко снова привлек на службу. Правда? И когда меня, например, кто-то пытается попрекать отцом, я говорю, а мой отец никогда ничего плохого не сделал. Мой отец сделал только хорошее. До сих пор помню эту его фразу. Некоторые молодые оперативники. Я как-то на улице встретил офицера СБУ и сказал, что их обучали. И их инструктор упоминал фразу, придуманную моим отцом. В КГБ можно было бы служить не физкультура и не агентура. По-украински сказано. Отец всегда разговаривал по-украински, между прочим. Это было? Вот жизнь, она сложная очень. Она очень сложная. Вот сложнее не придумаешь. Западная Украина – это часть русской цивилизации? Вне всякого сомнения. Львовская, франковская, церковская. Ирина Фарион была ведь членом коммунистической партии. Коммунистическую партию придумали русские большевики. Русские же евреи придумали коммунистическую партию, правда? Не французские, вот здесь русские. Троцкий, Мартов, Каменев, Зиновьев. Это же русские евреи, а не какие-то другие. Ну и Фарион. Она какая? Русская, по-моему. Может, она думает иначе. Но я, в отличие от нее, не был членом КПСС. Я просто не хотел даже и не мечтал. Меня и в комсомол приняли, кстати. Позже всех в классе, из-за драки. И из пионерского лагеря, где я был вожатым, в 1990 году выгнали с формулировкой «За неверие в возможность построения коммунистического строя». Знаете, я никогда не верил в возможность построения коммунистического строя. Ну, не верил. Вот это утопия. Я всегда испытывал интерес к свободному проявлению себя. То есть я не скрывал, что я буржуазный человек. Да, я буржуазный человек. Я люблю свободную инициативу, частную инициативу. И даже в Советском Союзе, в Сталинском, была буржуазная инициатива. В Советском Союзе, я боюсь сейчас соврать, но где-то в районе 10%, плюс-минус, производство, это артели были. Мало кто знает, что первый советский радиоприемник выпустила артель в Ленинграде. Артель. Заводом стала. Это такие акционерные общества по нынешнему. Только они занимались не воровством казенных денег. При Сталине это было очень чревато реальным производством. Мебели почти половина производилась частниками при Сталине. Пушнину заготавливали артели. Рыбу ловили артели. Есть замечательные подстаканники, такие ажурные. Во Владимирской губернии была целая деревня. Она вся жила артелью. Вот они делали целые деревни, каждый выполнял свою функцию. Кто-то там тянул эту проволоку, кто-то ее там изгибал, делал детали. Потом в результате получался подстаканник. Вот такое при Сталине было. Сейчас не могут. Сейчас вот такой подстаканник, как при Сталине, сделать не могут. Нет такого частного предпринимательства. Это было все. Поэтому Алексей Толстой – это буржуазный писатель внутри советского строя. А Михаил Булгаков – это буржуазный писатель внутри советского строя. А они мне наиболее симпатичны. Вот как люди, как модель для подражания, если хотите. Вот Шолохов – это кто? Это тоже вот такой, извините, казак-частник. Он хоть и не был казаком по происхождению, но носитер этой ментальности. Это все было. В советском строе много чего было. И очень много забыто. Не нужно судить о советском строе только по сталинскому периоду. И не нужно судить только по Брежневскому или Горбачевскому. Эта система прошла длительный путь эволюции. Она менялась. Она была настолько непохожа. А в 20-е годы так не похожа, например, на 40-е. А 40-е абсолютно не похожа на 80-е. Как будто бы на разных планетах вообще история происходила. А все тоже одна шестая часть суши. И так и до сих пор крутится. Украинский национализм. В чем его сущность? Я думаю, что его сущность ничем, по большому счету, не отличаются от любого другого национализма. Национализм связан с большим интересом к своей собственной земли, к своему собственному этносу. Когда это ставится, как говорят по-украински, по-надусе. Французский национализм в этом отношении такой же. Итальянский национализм или немецкий национализм. Они очень похожи. Все национализмы похожи. Русский национализм в этом плане. Просто русский национализм развалил Советский Союз. Ельцин был русский националист. Для него коренная Россия была важнее империи. Большой, многонациональной. Вспомните, когда разваливали Советский Союз, в России была память, организация память. В России говорили, жаловались, что ради Советского Союза разорили Россию, разорили не Черноземье. Говорили, что все республики имеют коммунистическую партию, а мы, русские, бедные, не имеем. У всех республик есть столица. У Киева, Киев, Украина, Тбилиси, Грузия. А у нас, у русских, столицы своей нет. Им говорили, что Москва – это столица Советского Союза. Мы хотим, чтобы она была столицей России. Вот так получилось. В этом отношении все национализмы очень похожи. А они локальны. Трагедия, кстати, то, что Ельцин тоже был человеком с ограниченным мышлением. Он тоже был провинциальным. Понимаете? Сложно сказать, есть ли американский национализм. По-моему, нет. Соединенные Штаты стремятся к универсализму. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы все носили джинсы. Чтобы все ели чизбургеры. Чтобы все смотрели на мир американскими глазами. Чтобы все верили в демократию по-американски. Если американец сказал, что это демократия. Там людей убивают. Там вообще все рвется. Он сказал это демократично. В Афганистане демократичное правительство сидело. А талибы не демократичное. Хотя, извините, шайтан разберет, кто там более демократичный. На самом деле. Можем кучу времени потратить на это. Америка – империя, как и Россия. Россия стремится к универсализму. Америка стремится к универсализму. Но нынешняя Россия, вот путинская Россия, она стремится к универсализму. Она, посмотрите, в Москву приезжаешь, девочки, которые изучали из Бурятии, из Калмыкии. То есть из субъектов Российской Федерации, которые изучали письменную форму узкого языка. Они сидят во многих гостиницах на рецепшенах. Они россиянки. То есть им никто не говорит, что у вас глаза узкие. В голову такое даже не придет. На них охотно женятся. На этих девушках. Пожалуйста, вот у Павла Воли, например, очень известного шоумена. Жена такая вот с ярко выраженными монголоидными чертами. Красавица просто. И никто не испытывает по этому поводу никаких комплексов. Никто не говорит, что какие-то вы не такие. Кавказцев Россия нынешняя втянула в себя. Как это долго будет продолжаться? Ну, то есть хватит ли сил центростремительный процесс поддерживать? Вот универсализации, сближения. Я не могу ответить. Но он идет. А у американцев точно такой же плавильный котел включен. Плавильный котел. То есть что не попадает, Обама попал вообще. С кенийскими, по-моему, корнями, если я не ошибаюсь. И вот видите, выплыл. Самый черный президент Соединенных Штатов. Симпатяга такая. А национализм, я не хочу зацикливаться только на украинском. Честно, вот избрали, мне даже, извините, я скажу, по-честному, по-своему, украинского национализма даже немножко жалко. Потому что его избрали в качестве некого такого страстного отрицательного примера. Я тоже могу объяснить почему. Тогда я вопрос. А он ничем не отличается. Национализм это всегда провинциализм. Британская империя не может быть империей националистической. Она все равно втянула в себя шотландцев, уэльцев, ирландцев. Пожалуйста. Я приводил пример. Конан Дойл. Он шотландец. Он английский, знаменитый писатель. Может быть, его читают больше, чем Шекспира в мире, на самом деле. А Шекспира так, просто навязывают. И поэтому разница между империей и национализмом в размахе. Всегда в размахе. Именно когда государство перестает быть империей, оно становится националистическим. Вот в германскую империю, в старую германскую империю, в священную римскую империю германской нации, как она называлась, кто только не уходил. Даже чехи. А вот когда она стала разваливаться, когда она стала деградировать, когда она превратилась постепенно в новую германскую империю, вот ту, которая возникла при Бисмарке, вот там уже пошел чистый национализм. И как ни странно, это было проявлением деградации. Это было попытком навязать волю одного Эднаса, тоже созданного, кстати, потому что немцы неоднородные. У них очень большая прослойка славян германизированных, большая прослойка балтов, пруссов была. Да, собственно говоря, кельтов. Баварцы это германизированные кельты. Ближайшие родственники чехов по крови, кстати, богемцев. Даже корень между Баварией и Богемией, там один и тот же, там племя боев жило кельтское. Просто одну половину германизировали, а другую славянизировали. Так история распорядилась. Вот это уже германский национализм, это упадок империи. И национализм всегда это, мы ведь тоже живем в период распада империи. Ну это кажется странным, но это так и есть. Мы живем в период распада Российской империи. Вот через тысячу лет, не сильно будет интересно, что происходило через сто лет после 1917 года. И просто так одной строчкой скажут, что вот в 2014, там в результате отдаленных последствий распада Российской империи в 1917 году. Вы представляете, Российская империя дореволюционная, она русскими грузин стремилась сделать, не лишая их национального своеобразия. Они пили вино, танцевали лесгинку, но их князья служили в русской гвардии. Хан Нахичеванский командовал русской кавалерией в Восточной Пруссии в 1914 году. Гвардейской кавалерии командовал. Хан Нахичеванский, да вообще? То есть азербайджанец по нынешнему. Где Азербайджан сейчас и где там Россия? Армянин Лорис Меликов был ближайшим соратником Александра Второго. Малоросы, или давайте назовем их украинцами, тоже меня сейчас будут упрекать, ну давайте назовем, не жалко. Братья Разумовские, Безбородьки, Паскевич, ближайшие соратники нескольких императоров, императриц, Екатерины Второй, Елизаветы, Екатерины, Павла и Николая. Смотрите, четыре императора, две императрицы, два императора и рядом с ними постоянно малоросы, то есть украинцы. А почему я говорю то есть украинцы? А потому что, а слово украинец оно ведь употреблялось и в 19 веке употреблялось. Откройте, я специально вот из последней поездки в Москву притащил роман Мордовцева «Великий раскол». Вот дешевое издание, карманное, мне оно понравилось чем, а там описывается, как украинцы приехали в Москву или украинцы, как там читали, в 17 веке, как там Гетман-Бурховецкий. Именно как украинцы приехали, вот так и написано. И само слово, кстати, украинцы уже существовало в конце 17 века. Не применительно вот ко всей территории нынешней Украины, а применительно тем, которые жили на самой вот границе со степью, украинцы. Пожалуйста, есть, можно найти, в документах, в хрониках встречается. Не очень распространенное было, но было. Так вот мы в Российской империи, пока она поднималась, пока она была на подъеме, это 17, 18, 19 век. Поначалу она даже еще и империей не называлась, но тем не менее создавала имперскую структуру, втягивала в себя татар, например, после походов Ивана Грозного, народы Сибири. Ну, всех, кого вот можно было, тех и втягивало. Вот, всех стремилось сделать своими. А вот на распаде империи возникают национализмы. Всегда. И это признак, опять-таки, это не зависит от моих желаний, это мой, если хотите, максимально холодный анализ, как историка происходящего. Я все-таки пытаюсь взглянуть на события далеко из будущего. Как это из будущего будет восприниматься. Я поэтому, кстати, и к футурологам нашим отношусь, вот, когда они так серьезно начинают рассуждать, кто там побеждает, да как будет, все очень малопредсказуемо. Мне больше нравится выражение, как Бог управит. Вот какой путь развития современной Украины, современной России, вам представляется наиболее приемлемым для народов, их, эти территории населяющие? Для меня тот, что гуманнее, чтобы крови поменьше, для меня. Но ведь некоторым, и даже очень многим моя позиция не нравится. То есть почему-то у нас молодечеством и ухарством считается лишение человека жизни. В этом видят какое-то великое достижение. Ну, этот обезьян или там какой-то первобытный с палкой, с камнем уже очень хорошо делал. А при современных методах уничтожения живых существ, землю можно всю уничтожить, расплюнуть. Я думаю, что, знаете, кстати, даже сложно сказать, что может удерживать Украину. Вот пять атомных станций, которые построены, кстати, благодаря Советскому Союзу, они же все построены при СССР. Там только энергоблоки вводили за время независимой Украины на некоторых. Это фактор стабилизации Украины. Или. Или. А если кому-то придет в голову и так далее. Ведь тоже казалось для нас совершенно фантастическим, что вооруженные силы Украины будут стрелять по Славянску. Мне звонили люди из Славянска. Вот все время, пока это была эпопея, я говорил им, да, драпайте оттуда побыстрее. Потому что, ну, когда там начали осколки по огородам у них и по крышам вообще ложиться. Я говорю, это же война началась. Это же чёрт знает что. Поэтому уезжайте просто. Я вам ничего другого посоветовать не могу. Это единственное разумное, что можно предпринять в вашем возрасте и физическом состоянии. Вы там ничего не выиграете. Просто уезжайте. Выхода нет. Хоть, может, это ей не нравится. И эти пять станций. Может быть, это фактор стабилизации. Может, нет. Газопровод, который проходит из России в Европу. Может быть, это фактор стабилизации. Такой шампур, который удерживает Украину. Придет какой-то сумасшедший и решит, что надо это разрушить. Или надо сесть на газопровод и начать шантажировать. Например, Яценюк Распорошенко шантажировать. Это же один Бог знает, что может быть. Всё, что угодно. Уже знаете, насколько непохожим был 1918 на 1913. 1913 год – это пик экономического развития Российской империи. А 1918, 1919, 1920 – это полный разбав. Всё вообще. Тиев, испанка. Она же, грипп тогда же не испанка, унесла больше жертв, чем война. В моей семье за два дня умерло три человека в 1918 году. То есть, на фронтах Первой мировой один человек был потерян. А от гриппа у моего прадеда умерла жена, сестра и сын. Просто за два дня. И тут может быть тоже что угодно. Я не хочу никого пугать, кстати, но я думаю, что каждый человек должен каких-то таблеток купить на всякий случай, потому что потом за ними не добегаешься на случай гриппов. Не знаю, что пьют. Слава Богу, давно гриппом не болел. Существуют ли противоречия на Украине, здесь, в Киеве, может быть, между Востоком и Западом? Между Восточной Украиной и Западной Украиной? Насколько они глубоки? И как их снять, эти противоречия? Снимать всё можно только совместным проектом. То есть, когда страна строится, когда страну постоянно делят, всегда будут противоречия. А когда страну строят, у нас же страну никогда не строили толком, всё время делили. И выгодно... То есть, созидательный проект? Созидательный проект. То есть, если проект таможенного союза будет созидательным, это будет объединять. Если проект Европейского союза ЕС будет созидательным, он будет объединять одну и ту же Украину. Это смотря, где окажется Украина. Если Украина окажется между двумя этими созидательными проектами, в идеале будет брать самое лучшее из двух проектов. Под Швейцарию. Она же не член Евросоюза. Это почему-то забываем. Но вот Украина тоже могла бы сохранять статус такой степной Швейцарии, если бы украинские политики себя умело ввели. Это нормально было бы. Созидание... Вот когда ты знакомишься, просто делаешь какую-то ерунду. Хотя бы. У тебя есть люди с разных частей, не только Украины, это всюду. И они втягиваются в общий проект. Пусть это называется выпуск газеты. Пусть это называется создание фирмы. Пусть это строительство дороги какой-то. На нее же строят самые разные. Инженер, предположим, из Харькова, а рабочие из Волынской области. Но они же находят общий язык. А потом гордятся тем, что построили. Ну, а если пулять друг в друга из артиллерийских орудий, то тут созидания, конечно, маловато. Не скоро на созидание попрет. Ну, знаете, я вот понимаю, что, и это правильно, что люди хотят что-то хорошее. И люди хотят и от меня, чтобы я действительно там вселял надежду. И я скажу откровенно, без надежды вообще никак нельзя. Ну, то есть можно зациклиться на плохом, но даже в плохом нужно видеть что-то хорошее. Это не первый раз наша страна оказывается в таких тяжелых условиях. Ну, не первый раз. Ну, постоянно. Ну, понятное дело, что на территории боевых действий сейчас так же тяжело, как в 42-м году. Ну, никакой разницы нет. Даже оружие страшнее в некоторых аспектах. Вот автоматического больше. Оно поголовно там присутствует. Снайперские винтовки, точнее. Приборы ночного видения, артиллерийские стволы убийственнее, танки сильнее. Ну, все страшно, страшно, конечно. Но, если наша цивилизация, а мы живем в общей цивилизации. Ну, я приводил пример. В Москве, например, на эфирах приводил пример, что не впервые между Украиной и Россией тяжелые отношения. Трение. Ну, был период, вот в 1617 году казаки Гетмана-Сагайдачного стояли под Арбатскими воротами и пытались взять Москву. А до этого разорили все городки, вот русские по дороге туда, все разорили. Жестоко. Повырезали население, это факт. А в 1918 году в Киев пришел бывший царский подполковник Муравьев, действительно, с ордой большевиков. В основном из России. Там были, конечно, и из Харькова, в общем, разные были люди, но в основном оттуда. И здесь была в Киеве тоже жуткая резня. То есть, этот Муравьев убивал там просто людей с интеллигентными лицами. Ну, орда пришла, да, там до сих пор трупы зарытые лежат рядом с Верховной Радой. Там такой горшочек стоит жертвам революции. Только жертвы революции там в основном бывшие офицеры, которые даже и не участвовали в этом всем. Буржуазия киевская, люди с интеллигентными лицами. Вот было это все, было. И страшнее бывает. Но это не может продолжаться бесконечно. Не может война бесконечно не может продолжаться, потому что человеческий ресурс заканчивается. Уже нет добровольцев, желающих умирать просто так. Видите, эти волны мобилизации пытаются провести насильно. И я думаю, что одна из причин этих мобилизаций – это отвлечь людей от экономического положения. Может быть, даже не для военных действий берут больше, а вот чтобы вызвать опять страх, перетряску, чтобы люди не думали о том, сколько стоит сейчас цен, просто квартплата, газ, проезд в маршрутке, булка. У пенсионеров остается после уплаты пенсии иногда даже не 300. После уплаты за квартиру 30 гривен остается. Я и таких пенсионеров знаю. Вот чтобы отвлечь от этого всего, от того, что студентам не будет стипендии, пенсионерам будут какие-то вместо пенсии гробовые деньги. Вот и устраивают еще одну волну мобилизации, эту четвертую. Через инстинкт не пищевой воздействовать, не питание, а через страх смерти. Самый страшный, самый такой основной инстинкт. Основнее не бывает. Вот через это. Но это выгорит. А главное, война еще деньгами должна быть обеспечена. Экономика падает. Ну, падает, просто валится. И у нас, и в России она испытывает не лучшие времена. Денег лишних нет. Собрали 2 миллиарда на армию благодаря этому полуторапроцентному налогу. Так курс за это время так упал, что в долларах эти 2 миллиарда уже стали в 2,5 раза дешевле, чем были бы, например, при Януковиче 2 миллиарда. А покупать нужно все за границей для армии. Патронный завод был только в Луганске. Он сейчас там, в ЛНР. Значит, патроны где Украина должна покупать? Россия не продаст. А кто будет продавать? Чешская сброевка. Запасы бывшие Югославии большие. Поступали они в Украину всегда. Значит, снова там попытаются купить. Это даже просто обычные к автомату Калашникова патроны. А снаряды. А как сделать БТР, если вы можете делать из него только половинку. А вторую половинку всегда делала Российская Федерация. Ну, собирали. А нету авиации никакой, кроме транспортной. Не делает Украина ни истребителей, ни бомбардировщиков. Вертолеты, оказывается, тоже они делаются в кооперации с Донбассом. Там заводы, часть предприятий. Мотор Сич частично имеет свои какие-то предприятия на территории Донбасса. Ну, вот просто-просто. Как вы это все сделаете? А если война еще, не дай бог, чуть-чуть расширится? Еще меньше ресурса? Значит, заканчивать надо будет? Ну, все равно выхода другого нет. Можно упираться сколько угодно. Но я с детства помню, когда мы учились где-то в классе в четвертом. И завалили в класс, где подрались старшеклассники. Ну, мы там в четвертом классе удар слабый и дерутся так, номинально. А там парты разбросаны во все стороны. Кровищей все заляпано. Это подрались уже здоровенные лбы. Вот до сих пор у меня эта картина как-то отпечатывалась. Я понимаю, чем настоящая драка отличается от драки в детском саду. А это уже драка вот на все деньги. Поэтому так и плохо. Значит, кончать надо, останавливать надо. Мир более важная ценность, чем что угодно. Ну, потому что просто славяне убивают славян. Это глупость. И это не похоже на войну Великой Отечественной. Это гражданская война. Это война олигархических кланов. Олигархические кланы нарушили табу, которое было нерушимо. Вот они сами между собой разбирались. Донецкие, Днепропетровские, Львовские. То есть они не вмешивали в это народ. Как-то они там, в общем, выясняли. Кого-то закапывали, кого-то убивали. Кого-то изгоняли из страны, как Пашу Лазаренко, например. Но в этом народ не был вмешан. Народ чувствовал себя, как говорят девочки, комфортно. Он знал, что никто не будет призывать его на стрелку. А тут пришло новое поколение. Сами на стрелку ехать боятся. Сами ездят на переговоры друг с другом. А народ отправили на стрелку. Мочить. И картинку нарисовали. Тут нацисты, а тут антифашисты. Но это же не так. Ну, идет гражданская война. Мужики, которых просто забрали вооруженные силы Украин. Какие они нацисты? А антифашисты тоже очень разные. Извините за выражение. Там тоже есть, вот они сами там разбираются, пытаются навести порядок. Мародеров там как-нибудь расстреливают и прочее. Все говорят о том, насколько разрожденные были эти отряды на Луганщине. Как они и друг с другом враждовали. Всякое там было. Что угодно. Значит, надо отказываться от этих пропагандистских клише. В какой-то процент есть нацистов, в какой-то процент есть антифашистов. Есть процент. Но только среди олигархов наших, там я что-то не вижу фашистов. Неужели Коломойский это фашист? Я не верю, что еврей может быть фашистом. Значит, это не фашисты? Еврей Пинчук что, фашист? Нет, не фашист. Значит, это нельзя рассматривать. А это то, что финансирует украинскую армию. То, что финансирует добровольческие батальоны, как в случае Коломойского. Значит, это нельзя рассматривать как фашисты? Это что-то другое. Ведь Коломойский не ходит, не говорит, что он поклонник Гитлера, не зигает. Нету, за ним такого не водится. Значит, это клише. Это клише. Конфликт совсем другой. Когда конфликт олигархических групп, когда народ удалось завести с помощью телевизора, с помощью пропаганды, отвлечь от самого важного, отвлечь от тех, кто стоит за кулисами. Все. И уничтожить как раз то хорошее, что было в Советском Союзе. Обратите внимание, что у нас нет ни одной левой партии в Украине. Объяснили, что это плохо. Плохо, когда бесплатное детское питание, плохо, когда бесплатное образование, плохо, когда пенсию люди получают, плохо, когда квартиры дают. Вот это все плохо. А хорошо это, когда мы идем и убиваем друг друга. Это идейно. Видите, идейность разыскаливает. Я с этим не согласен. Я думаю, что конфликт именно в этом. Это очень буржуазный конфликт в своей сути. Говорю это, несмотря на мои буржуазные симпатии, на то, что я себя называю буржуазным писателем. Но я из тех буржуазных писателей, которые большую симпатию испытывают к левой идеологии. Не будучи там вот к левым, испытывают симпатию. Я тоже из народа вышел, не свалился с луны тут, из какого-нибудь княжеского рода. Поэтому будет, все равно люди постепенно будут, ну, извините, если мозгами не могли понимать, ну, придется задницей. Ну, попрыгали на Майдане. Ну, вот же вам теперь на кухне горшки валятся от этих прыжков. Землетрясение получается, вулкан разбудили. Но вулкан успокоится, люди поумнеют, наберутся новой информации хоть чуть-чуть, поймут, что убивать себе дороже. Я не смотрю на все это абсолютно пессимистично, честного говоря. Я все равно стараюсь найти повод для того, что прогресс вернется. Ну, действительно, не бывает вечного прогресса, ну, бывают какие-то прогрессивные моменты в истории. Но я жду прогрессивного момента, по мере сил приближаю его, стремлюсь говорить о норме, а не об этих отклонениях, когда ходят все, охотятся друг за другом, и женщины становятся дешевле патронов. Так вот, когда украинец же и поймет вот это? Когда наступит этот момент? Не знаю. Не знаю, но он понимает. Ну, понимает. Ну, процесс медленного прозрения, он же неостановим. Человечество все равно развивается от неандертальца к более высоким формам. Но все равно посмотрим, как это будет. Вот, по крайней мере, я знаю, что повышенная агрессивность, она не будет способствовать наведению мира на нашей территории. А через гражданские войны все проходили. Ну, все. Вот абсолютно. Французы, испанцы, англичане. Вообще. Американцы. Американцы. Ну, нету таких вообще, кто бы через это не проходил. Ну, не знаю. Людоеды у тех вообще сплостают. Гражданская война постоянно. Едят друг друга. Ну, будем надеяться, что это и наша последняя гражданская война. Ну, надеюсь. Я надеюсь, что жить будем долго, а гражданских войн больше не будем. Вот что важно. Оставляйте ваши комментарии, жмите кнопку «Нравится», подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео.